Теперь автотранспорт из Армении можно официально зарегистрировать и получить российские номерные знаки. Для этого необходимо предоставить документы на машину и поставить на учет в ГИБДД. О том, какую документацию необходимо собрать и на что нужно обратить внимание при ввозе автомашины из Армении, узнавал наш корреспондент Алекан Лепшоков. В первую очередь, чтобы зарегистрировать свое авто, приобретенное в Армении, необходимо снять с учета и на него необходимо установить транзитные номера. Помимо этого, владельцам автомобиля при ввозе нужно предоставить в таможню пакет документов для дальнейшей постановки на учет в МРО ГИБДД. Автовладельцы, у которых есть все документы на автомобиль из Армении, могут спокойно пройти регистрацию и получить российские номерные знаки, отмечает начальник МРО Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Джандар Байчоров. Чтобы на везенном из Армении автомобиле можно было ездить по дорогам общего пользования, требуется ряд документов для постановки на учет в ГИБДД. И, значит, это нужно, чтобы автомобиль был обязательно снят с учета в Армении, допустим. Снимается с учета. Он должен пройти одобрение типа транспортного средства. У него должно быть связи с безопасностью конструкции транспортного средства. То есть СБКТС называется, ОТТС, СБКТС. Страховой полюс, диагностическую карту я сказал ранее. И договор купли-продажи на собственника, который будет регистрировать, ставить на себя на учет в Российской Федерации. Автовладельцам при регистрации машины нужно обратить внимание на то, что электронные паспорта транспортного средства непригодны для использования при регистрации в России. Поэтому свой автомобиль необходимо снять с учета в Армении. Также есть некоторые изменения в российском законодательстве, которые позволяют облегчить оформление соответствующих документов на авто. Временно до 1 июня 2023 года для физлиц упрощена регистрация ввозимых из-за рубежа автомобилей. То есть не требуется установки кнопки «Эреглонас». То есть, если проще говоря, значит кнопка «СОС». Вот если вы обращали в машинах, есть наверху, где плафон, освещение салона. Пока обязательного по этому вопросу установки не требуется. Встречаются такие автомобили из Армении с измененной конструкцией руля с правой стороны на левую. В данном случае также необходимо предоставить документ об этих характеристиках. При переделке справа руля на левый руль, вот это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, что было сделано в Армении, переделка, это должно быть обязательно для регистрации. Есть много, наверное, как на уровне слухов, слышим, что какие-то мастера переделывают сами, пересыпают там, переставляют. Это, конечно, очень сильно повлияет на безопасность дорожного движения. Могут создаться проблемы, потом оно не сертифицировано, оно не освидетельствовано, не получил свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Поэтому это могут создать определенного рода проблемы, касаемые жизни, здоровья и материального ущерба тоже. Получить необходимую информацию о регистрации авто из Армении можно у любого сотрудника МРЭО. Мы ответим на все интересующие вопросы граждан и дадим необходимую консультацию, отмечают сотрудники госавтоинспекции. Мы объясняем, что как им делать для регистрации транспортного средства, с чем они должны обращаться к нам, до нас, куда они должны обратиться и что они должны получить. А после этого с этими документами в полном объеме они подходят к нам, и мы уже разъясняем, если у них все совпадает, все соответствует, мы уже им оформляем и уже все действия с регистрационным действием связанным совершаем. Подобная процедура оформления касается не только машин, доставленных из Армении, но и из других стран, входящих в единый таможенный союз. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Весикарачаева, Черкесия, Прикубанский район.